Всем привет, это Варлорд! Давно на моём канале не было выпусков читательского уголка. И вот сегодня я покажу вам совсем новый журнал Лего Звёздные Войны под номером 4 за 2016 год. Как мы видим, сразу здесь идёт зонд Дроид и также здесь мы видим обложку самого журнала. Но перед этим сегодня в выпуске засветится один из новых наборов Звёздные Войны, точнее он уже не совсем новый, а именно Спида Рэй. Да, я задумался, давно на моём канале не было обзоров Звёздные Войны, но наборов крутых есть много. Сокол тысячелетия, камера карбонитной заморозки, битва за ход и так далее. Напишите в комментариях, интересно ли вам было бы увидеть продолжение обзоров на Звёздные Войны. Ну а сегодня мы смотрим на этот журнал. Что ж, я собрал зонд Дроида. Сделана на самом деле очень детализированная эта модель. И мой вывод, эта модель в точности такая же, как и в наборе Атака на ход. Сейчас вы сможете подробнее посмотреть на этот зонд. Детализация у него хорошая. И если вы помните, то обычно в журналах по Звёздным Войнам даёт какие-то микромодели. А тут у нас полноценная модель. В масштабе один к одному в лего формате. Напишите в комментариях, понравился ли вам этот зонд Дроид. Ну а мы идём дальше. Что ж, вкратце покажу вам журнал, чтобы вам не было скучно, но чтобы вы всё-таки смогли понять, стоит ли вам его покупать или нет. Открываем тут у нас оглавление. И на следующей странице идёт инструкция к Дроиду Зонду. А сейчас мы смотрим комикс «Решающее сражение» по оригинальной трилогии «Звёздных войн». Итак, далее начинаются задания. Здесь нужно найти отличия в двух изображениях набора «Лего РАП-1». Ну а тут у нас идут интересные задания. Вы сможете нажать это видео на паузу и попробовать их пройти. Они очень прикольные. Особенно прикольное задание с названием «Кто мастер?». Как всегда в журналах «Звёздных войн» здесь есть досье. И сразу на двух героев «Си-3Пио» и «Р-2Д2». Тут можно узнать побольше информации про «Зитроидов» и посмотреть на то, как они выглядят в мини-фигурках «Лего». Далее идут два постера. Здесь мы видим половину постера с истребителем по Дамерона. Раскрываем тут у нас красивый постер с изображением «Боба Фета» в мини-фигурке «Лего». Ну а на следующей странице у нас продолжение постера по истребителю типа «Х» по Дамерона. Кстати, на истребитель по Дамерона тоже надо вскоре сделать обзор. Ну а тут у нас тоже очень прикольная головоломка. Переворачиваем и начинается второй комикс. Ну а вот те наборы, о которых я говорил. Первое – это нападение на ход. Здесь мы сможем подробнее ознакомиться с самим набором, с его функциями и с героями, которые тут идут. Здесь есть «Хан Соло», «Снежный штурмовик» и «Повстанец схода». Также обратите внимание, здесь есть зонт, такой же, как и в этом журнале. Далее у нас изображена камера карбонитной заморозки и перечисленные функции. Но тут не так подробно это всё показано. Ну и внизу вы сможете видеть капсулу дроидов, на которой у меня был обзор на моём канале. Переворачиваем. Тут у нас вот такой вот прикольный кроссворд. И затем вот такая вот рекламка. У нас в предпоследней странице, конечно, здесь есть новый выпуск журнала «Звёздные войны» под номером 5. И к нему прилагается ААТ в качестве бонусной модели. Сделана, кстати, она очень прикольная. И я уже жду выхода этого журнала. Ну а на последней странице у нас идёт модель «Раба-1». Вы сможете её вырезать и повесить. Сделана очень прикольно. И она, как вы уже, наверное, догадались, двухсторонняя. Журнал получился прикольный. Если вы тоже так считаете, то поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал, если ещё не подписаны. И вступайте в группу ВКонтакте. Также напоминаю вам о конкурсе, который проходит на моём канале. Всем удачи и всем пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова